Пятница, 20 марта, начинается здесь, в нашей теплой и уютной кофейне. А я напоминаю, что сегодня действительно пятница, и с вами ее встречает Стефан Филатов, Александр Карнович. Доброе утро, в эфире программа «Утро нового дня». Будить вас и радовать мы будем на протяжении целых двух часов. Ну а о том, что же вас в это самое время ждет, давайте прямо сейчас и узнаем. Старинные технологии производства. Литье металла, как искусство. Дом дружбы народов. Как на полуострове отпразднуют пятилетие государственного бюджетного учреждения Республики Крым. Долина реки Ворон. Место преломления времен. От столетней дачи Федора Шаляпина до современных аграрных технологий. Сдать кровь, спасти жизнь. К чему должен быть готов потенциальный донор. Включение из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя. Самые актуальные новости полуострова. Все это и многое другое. В эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Начинаем утро с темы безопасности и говорим сейчас не о том, как без вреда для себя встать с кровати, а о том, как же все-таки досуг свой проводить. Ну что, дело в том, что все мы, уже уверенно, по крайней мере большинство, придумали, как будем проводить выходные. Потому что два дня, когда можно взять и насладиться нашими морскими или горными пейзажами. Ну, наверное, на Айпетре сейчас уже не покатаешься, да? Снега там нет, вероятнее всего. Но тем не менее, действительно, к морю съездить можно, расслабиться можно. Но самое главное, не приближайтесь на опасное расстояние к воде, потому что... Потому что могут быть проблемы. И вот сейчас, в это самое время, очень многие симферопольцы, жители столицы полуострова, отдыхают в свободное время в лесу. И водохранилище также огромным успехом пользуются. И давайте посмотрим, в какую ситуацию там можно все-таки попасть, если быть недостаточно бдительным. Вот эти ребята, которых мы вам сейчас покажем, они тоже, так сказать, попали в просаг. А все потому, что не придерживались правил безопасности. Зачем так близко было подъезжать к воде? Непонятно, возможно, это был спор. А может быть, кто-то хотел кому-то что-то доказать или, наоборот, показать. Но, тем не менее, сухим из воды выйти здесь не удалось. А самое главное, что это же не первая ситуация. Такое случается, ну, часто, достаточно часто, но все равно ничему жизнь некоторых людей не учит. Да, машину нужно ставить на ручник, если вы уже так быстро подъехали. Тем не менее, это не всегда спасает. Но в любом случае, герою этого видео или антигерою повезло, потому что рядом оказался помощник. А так бывает далеко не всегда. Помощник достаточно мощный, вытащил все-таки, с проблемой разобрались. И все-таки, если вы уже увидели это видео, если вы слышали об этом ранее от своих друзей, знакомых, то уже берите на вооружение, ну и не делайте того, о чем можете впоследствии пожалеть. Ну, а мы движемся дальше. Да, именно поэтому мы хотим вам рассказать, что сегодня будет плановое отключение света. И, опять же, это связано с ремонтными работами. А света сегодня не будет с 8 до 17.00 на следующих улицах. Это «Отважная», «Механизаторов», «Тенистая», «Белая», «Рыбалка», «Гридасова», «Дмитриева», «Объездная», «Степная», «Целина». Воровского там нет списка? Воровского нет. Сосновая вот правда есть. А ты на Сосновой живешь, да? Ну, почти. Ну, знаешь, Стефан, что, и предлагайте задержаться на работе. Хотя, если света не будет до 5 часов вечера всего, ты в любом случае все это дело встретишь здесь. Самое главное, чтобы свет был на выходных, потому что, как обычно, именно вот женская судьба современной женщины сейчас, да? Это ты работаешь, не так в 5 в неделю, потом приходишь домой, работаешь дома. А еще и свет выключают. А еще и свет выключают. А как же плойки, бегуди, утюжки, фен, я не знаю, при этом нужно как-то и поддерживать внешний. Слушай, кстати, может быть, в этом есть еще и плюсы, потому что, если свет отключили, значит, домашних дел уже на порядок меньше стало, и можно какое-нибудь хобби новое освоить. Ох, а что это хобби? Может быть, мне пойти летельщиком устроиться? Может быть, кстати, я думаю, следующий сюжет тебя может очень даже заинтересовать. Давайте же его и посмотрим. Почти полжизни Дмитрий Материкин искал свое призвание, пробовал себя в разных сферах, быстро разочаровывался и менял работу. Пока все не изменил случай, и вот мужчина уже 25 лет занимается литейным ремеслом. Здесь все начинается с эскиза. Я вырежу из воска это кольцо, отолью его в металле, доделаю его в металле, потом сниму с него форму, в которую будут заливаться опять же восковки. У нас сам процесс так и называется, литей по выплавляемым моделям. Одну небольшую фигуру литейщик мог бы сделать за полтора часа. Проблема в том, что мастерская Дмитрия расположилась буквально по всему городу. В одном месте изготавливают модели, в другом восковые формы, а в этом цеху делают финальные штрихи. Чтобы петелька на кулоне не расходилась, ее нужно в первую очередь запаять. Для этого разогреваем изделие до оранжевого цвета. Затем точечно наносим плюс, чтобы снять с металла обсидные пленки. И можно припаивать. Ну вот, моя первая, можно сказать, ювелирная работа и готова. Теперь главное дать ей остыть, потому что она очень горячая и нужно обжечься. Кулоны, кольца, пряжки. Здесь тысячи миниатюрных изделий из сплавов меди, бронзы и других металлов. Работает мастер по стандартной схеме. Чтобы убрать этот флюс, поскольку он очень твердый, он как стекло фактически, мы убираем его химически. Бросаем в лимонную кислоту и кипятим. После украшения чернят это нужно для того, чтобы придать металлу эффект состаривания. Мы берем изделие, макаем его в азотную кислоту и нагреваем его. Теперь оно остынет и вот это вот черное покрытие патину мы частично снимаем на станке. Завершающий штрих, шлифовка и полировка. Буквально несколько секунд обработки и изделие готово. И главное, что ценность имеет не столько металл, сколько идея автора и качество ее исполнения. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Ну а прямо сейчас, дорогие наши телезрители, перенесемся давайте в Севастополь. И не просто так, а для того, чтобы узнать о последних новостях города. Как я люблю этот город. Настолько он мне нравится, тем более, что он действительно несколько такой чуирующий, либо манящий. Согласен, абсолютно. Тоже люблю этот город порядком выше остальных крымских. Не надо судить строго, просто это мои предпочтения, мои вкусы. И действительно, очень красивый, аутентичный город. Какая там архитектура, какой там дух. И вот сейчас одну из центральных улиц Севастополя, речь идет о Большой Морской, будут реконструировать. И отреставрируют там арки и ворота без лежащих домов. Напомню, на улице Большая Морская. Но дело в том, что как раз-таки межддомовые проемы с колоннами и ограждениями не являются там объектами культурного наследия. Но тем не менее, их тоже приведут в порядок. Их отреставрируют, камень зачистят, заполируют и устранят все дефекты, чтобы как раз-таки эти строения, которые сами по себе весьма эффектны, они выглядели соответствующим образом, встречали туристов и, в принципе, радовали жителей этого города, ну вот так сказать, с достоинством. Это же такая достопримечательность, очень важная, колоссальная достопримечательность. И металлические объекты там тоже будут зачищать, приводить в надлежащее состояние. И опять же, напомню, это все не является архитектурным наследием. Конкретно вот эти детали, о которых мы сейчас говорили, тем не менее, их также приведут в порядок. Ну и важно, что все эти элементы декора будут соответствовать должному облику города. Ну и таких объектов на Большой Морской, Большой Десятка. В целом все работы движутся по плану, пока из графика не выбиваются, и подрядчик обещает, что будут все работы завершены уже к концу апреля. То есть месяц остался всего лишь. Ты можешь поверить, что сейчас вообще 20 марта? Нет. Что это уже просто разгар весны? Мне почему-то кажется, что вот еще и зима не началась, я вот искренне всей душой как-то так вот... И плюс выходишь на улицу, сейчас думаешь, ну что. Ну, кстати, сегодня стоит надевать теплые вещи, зимнюю обувь, зимнюю куртку, не забудьте про шапку, потому что на улице холодно. На улице, правда, так вот освежающе, но подробнее о погоде. Наверное, я прямо сейчас расскажу. Конечно, самое время. Да, и сейчас начнем мы тогда с крымской столицы. А в Симферополе тем временем переменная облачность и без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 13 тепла. Тем временем в Севастополе пасмурно и с прояснениями осадков не ожидается. Ветер тоже западный и тоже 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, а днем на слабых термометров плюс 11. Прогноз погоды по ЮБК, там переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4 метра в секунду. А температура воздуха ночью плюс 8, днем плюс 12 тепла. Прогноз погоды по 5, пасмурно с прояснениями. Ветер западный метр в секунду и температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 15. Пока самый теплый город в Крыму на сегодняшний день в Керче. 20 марта переменная облачность, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. А температура воздуха ночью плюс 7, днем плюс 12. В свою очередь в Армянске сегодня облачно. Но осадки не ожидается, зонк мы с собой не берем. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, ночью, а днем плюс 14. Тем временем, если посмотреть на ситуацию на рынке топлива, то знайте, что газ сегодня с утра стоит 19 рублей 56 копеек. Диз топлива 48 рублей 80 копеек. 92-й бензин 44 рубля 17 копеек. 95-й 48 рублей 65 копеек. А 98-й бензин 56 рублей 12 копеек. А если вы уже решили хранить деньги в валюте, то знайте, что доллар в цене опять вырос. 80 рублей 15 копеек. Да, 20 было бы, наверное, неплохо, но тем не менее, пока это нереально. А евро, в свою очередь, тоже увеличился в цене. Сейчас курс евро составляет 87 рублей 26 копеек. Вот такая валютная ситуация на биржевом рынке. Интересная и полезная информация. Без нее, конечно же, по традиции, ни одно утро не начинается. Ну как, это не знать о погоде, о курсе валют и о многом другом. И я уверен, рассказав это, ты завоевала сердца наших телезрителей. И, кстати... Ой, я им много что рассказала. Кстати, Саша, знаешь ли ты, что это не единственный, далеко не единственный способ, как расположить к себе аудиторию, как эти самые сердца телезрителей и зрителей в целом завоевала. Расскажи мне о своих методах воздействия. А я расскажу не о своих, это я пока что оставлю в секрете. Расскажу о том, как поступил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Для того, чтобы завоевать сердца молодежи, он написал текст, исполнил рэп, в котором обратился к молодежи, поздравил ее, так сказать, на ее же языке. И все, и общий язык был найден. Ты знаешь, мне кажется, было бы куда эффектнее, если бы Александр Осипов, да, как ты сказал, если бы он не только рэпчик бы записывал, но и, например, сейчас очень популярный трэш-поп. Вот как раз такие среди направлений. И вот даже группа, которую на Евровидении, которую когда-то уже отменили, как раз выдвинули, Little Big, она исполняет композиции именно... Можно назвать композициями, да, эти хиты? Я думаю, да. Именно в этом направлении. И, в принципе, хотя, ты знаешь, у каждого, наверное, поколения понятие молодежи, оно немножко свое. Вот для меня и 30 лет, 30-летний человек, девушка, парень, это представитель молодежи. А вот школьники могут со мной тоже сейчас не согласиться и сказать, что нет, тебе уже больше 17. На минуточку, куда ты? На что ты метишь? А знаешь, вот какое важное качество у людей, я считаю, вовремя перевести тему в другое русло, потому что о возрасте с девушками вообще достаточно опасно разговаривать. И этим именно сейчас я и займусь. Ты любишь ходить, да, по лезвию ножа? Приходится, приходится так или иначе. И прямо сейчас я предлагаю нашим телезрителям обратить внимание на свои экраны и увидеть необычный способ действенного быстрого пробуждения. Вот представьте, вы только проснулись, открываете глаза. Я не скажу, почему вы должны оказаться на этих аттракционах ночи. И вашему взору предстоит что? Это уже пристегнутый в кресле голос, не автомобильное это кресло, голос неподалеку начинает отсчет. Два, три, два, один. И вы отправляетесь в настоящий полет. Но хотя бы, по крайней мере, я уверена, что после такого утреннего залета, залета, я вот так назову этот полет, но мне кажется, уже потом ничего не страшно. И даже если чайник сломался, не включается, если кофе из турки убежал, то вообще уже как-то... Все проблемы и неурядицы просто теряют значение. Зато, насколько я знаю, вот сколько с ребятами я общаюсь, которые экстремалы, которые любят разные виды яркого досуга, вот после таких вещей, это и если прыгать с сферовки, либо вот таким вот образом с обрыва, да, то абсолютно обнуляется сознание. Ну вот как мне люди говорят, просто я сама дико панически боюсь высоты, глубины всего, чего только можно, но... Вот как рассказывают мои собеседники, в таких ситуациях просто ты испытываешь те колоссальные эмоции буквально за несколько секунд, что понимаешь, что все, что было до этого, оно было не таким уже и важным. Конечно, потом быт, рабочие какие-то моменты, либо семейные, это все сказывается, эти ощущения, они перекрываются новыми, но тем не менее, когда периодически вплывает все это послевкусие, но это нечто невероятное. Ну, может быть, когда-то стоит попробовать, но не мне. Ты так рассказывал об этом, интересно, что я теперь еще вспоминаю, что у нас впереди два свободных дня, суббота, воскресенье, думаю, они попробуют ли что-нибудь эдакое. И, кстати, о детях я еще сейчас подумал. Здесь связи никакой нет. Так. Подумал я почему, потому что эти самые эмоции, о которых ты так увлекательно только что рассказывала детям, куда легче пережить, потому что они фантазию свою включают. Вот представьте, все те ощущения, которые Александра только что описывала, они же могут получить просто на обычных каруселях, к примеру, в детском парке. А с чего ты взял, что только дети? Вот если меня в парк детский сводят, да, аттракционы, я же говорю, выставлюсь панически, поэтому какое-нибудь колесо обозрения я бы еще осилила, мне кажется. А тем не менее, как-то получается, что вы уделите время семье и заняться вот действительно какими-то нелепыми, такими прикольными вещами, получается, с каждым годом все меньше и меньше. Вот что это за дела? Я сейчас просто активно призываю всех просто провести время с близкими, интересными людьми и все-таки, не знаю, тот же поход в парк, он может быть просто прекрасным. Даже самые обычные вещи могут быть незабываемые и подарить кучу незабываемых эмоций, впечатлений. А сейчас поговорим о такой эмоции, как радость, улыбки, смех и подарят нам авторы следующей рубрики. Субтитры делал DimaTorzok Господи, думала, опоздала через сколько эфир? Через минуту? Ах, минуту! Приветики-пистолетики, время не ждет. Я Настя, это хэштег пиу-пиу-пиу. Погнали! Красноярская строительная компания опубликовала анонс весенней акции в своем инстаграме. Ее клиенты смогут получить скидку на трехкомнатную квартиру. Причем сумма напрямую будет зависеть от веса покупательницы. Реакция аудитории крайне неоднозначна, но многие явно не прочь воспользоваться акцией. В публикации предлагается девушкам приобрести недвижимость в нескольких жилых комплексах на особых условиях. Каждый килограмм веса дает покупательнице скидку в тысячу рублей. В анимированном клипе изображены женщины разной наружности и комплекции, а само видео начинается с бодипозитивчика. Дорогие женщины, мы любим вас такими, какие вы есть. После этого тональность ролика слегка меняется. Автор, явно сочувствуя зрительницам, выражает неоднозначное, но расхожее мнение. Набрали вес на зиму? Не спешите худеть к лету. Килограммы приходят и уходят. Трехкомнатная квартира навсегда. За время публикации несколько покупательниц уже поинтересовались деталями, запросив более подробную информацию у организатора. Однако мнения подписчиц касательно маркетинговой уловки разделились. Некоторые называют акцию откровенно сексисткой, но кто-то все равно считает предложение выгодным. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Ох, нифига себе, интересно. Риторический вопрос. Не найду ответа, реально. Потому что на ногах ногти, а на руках не рукти. Отлично, это правильный вопрос. Чем пахнет голубой цвет? Морем. Васильками. А чем пахнет голубой цвет? Голубизной, мне кажется. А голубизна пахнет как что? На голубику похоже. Вот знаете, где себя берешь и руками сжимаешь, вот очень похожий запах. Чем пахнет голубой цвет? Весенним небом. Мы снимаем познавательную программу, можно ответить на пару вопросов? Почему круглую пиццу кладут в квадратную коробку, а режут треугольниками? Ну, так можно научить детей распознавать геометрические фигуры. Мне, кстати, меня в круглые коробки привозили последние. В круглые? Да, это, видимо, старые коробки были. А разве это не оскорбляет чувства перфекционистов? Это оскорбляет чувства круговеров. Это так было задумано вселенной. А зачем? Ну, для разнообразия, что будет все круглое или квадратное, или треугольное. И квадратное, и треугольное, и круглое. А разве это не оскорбляет чувства перфекционистов? То есть чувства оскорбляют? Немного, да, есть такое. Почему круглую пиццу кладут в квадратную коробку, а режут треугольниками? Потому что в мире все несовершенно. А как же сделать так, чтобы все стало немного совершеннее? Ну, для начала нужно как минимум сделать колбасу в форме хлеба. Да что ты, черт побери, такое несешь? Волкан Челик из Лондона прекрасно знает, что его кошка Лили любит гулять в одиночестве и всегда находит пути, чтобы пробраться обратно в дом. Вот только хозяину было интересно, как именно животное оказывается в жилище. Так что он решил проследить за питомицей. И в итоге сильно удивился. Ох! Оказывается, Лили смогла бы сделать карьеру воровки-форточницы. Ведь она отлично научилась приоткрывать незапертое окно и влезать в комнату. Волкан добавил, что через некоторое время он убедился. Для Лили это настолько привычное поведение, что один раз она и впрямь совершила правонарушение, забравшись в дом их соседа. А-а-а! О-о-о! В США счастливые родители удочерили шестилетнюю Наташу из Украины. Спустя несколько месяцев взрослые начали замечать, что ребенок умен не по годам, а также зачастую угрожает и неадекватно себя ведет. Началось разбирательство и выяснилось, что Наталья не шестилетний ребенок, а 22-летняя девушка-корлица. Вот это поворот! Всем классного настроения от команды хэштег. Скоро увидимся! Пока! Ну а вот и настало время выйти на связь с нашими коллегами из Евпатории. Укрепление мира между народами с помощью искусства. Под таким девизом ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Об этом поговорим с Антониной Бугреевой. Она на прямой связи со студией. Тоня, доброе утро! Как развивается одно из главных мировых творческих направлений Евпатории? Приветики! Доброе утро! Театр юного зрителя в Евпатории в этом году готовит несколько премьер. И мы о них поговорим с режиссером театра Сергеем Новиковым. Сергей, доброе утро! Здравствуйте, доброе утро! Да, премьера, она такая замечательная. Даже, я насколько знаю, там собака будет задействована. Расскажите, пожалуйста, немного. Это абсолютно интересный материал. Это Мюнхгаузен, да. Инсценировка Андрея Пермякова. Режиссеры Анастасии и Андрей Пермяков. Заняты в спектакле «Трое в лодке, не считая собаки», грубо говоря. Заняты сам Андрей Олегович Пермяков, он играет Мюнхгаузена. Я, я играю слугу, русского слугу Мюнхгаузена Ивана. Также занят Роман Рыжов, который будет сюрприз, кого он играет. Вы приходите, все увидите, да. А также занята собака такса, да, Нермала Бакарат, которая играет сама себя. Играет собаку, охотничью собаку Мюнхгаузена. Ну, органично, все замечательно. А сейчас эта собака, вы где ее нашли, чтобы вовлечь в спектакль? Это собака Андрея Олеговича, да. Изначально, как бы, Андрей Олегович такой человек, который вынашивает свои планы долго, то есть готовится, и собака приобреталась как член семьи. Но так как мы люди театральные, мы постоянно находимся в театре, собака тоже приходит в театр постоянно, она уже знает, куда идти. Она знает всех, всем радуется, всем ласкается. И сейчас, когда уже идут репетиции, она находится в зале, она уже практически знает спектакль, потому что она знает, когда ее выход, и уже бежит за кулисами. Такой вопрос. А легко с собакой работать? Она понимает сразу, где ей надо выходить, что делать на сцене? Знаете, есть такая поговорка, но она, во-первых, не прям дрессированная собака, прям как цирковая, да, она все равно такая своеобразная животность, со своим характером все равно, со своими какими-то эмоциями. Чего-то она боится, чему-то она радуется. То есть, и есть такая поговорка у артистов, никогда невозможно переиграть животных и детей, потому что это самые искренние существа, и когда появляется собака, партнировать с ней на самом деле одно удовольствие, потому что, ну вот она, живой организм, который по-настоящему, ничего не играя, искренне радуется. И, конечно же, ты вместе с ней работаешь, то есть, прям искренне, по-настоящему. Ну, я не говорю, что моя собака. Ну, а премьера планировалась, конечно, на 27 число, но так как отменены массовые мероприятия, когда покажете спектакль? Как только, так сразу, как только дадут отмашку, что можно массовые мероприятия, мы сразу же покажем спектакль. Ну, наметим, естественно, предупредим зрителя, сделаем какое-то, я не знаю, объявление и сразу же покажем. Не знаю, как только вот. Сергей, вы актер или режиссер, а какая работа сложнее и, может быть, интереснее? Ой, сложнее не всегда интереснее, но и интереснее не всегда сложнее. Вот так я скажу, потому что я и артист, да, театродрамы и режиссер. Мне, как артисту, наверное, режиссером быть сложнее, потому что, почему объясню, потому что я все, во всех спектаклях, которые я ставил, я участвую сам. И вот это вот, когда ты находишься и снутри, и снаружи материала, это сложно. Когда ты артист, естественно, идет работа над ролью, естественно, режиссер тебе дает какие-то задачи, вы вместе что-то обсуждаете. А когда ты и режиссер, и артист одновременно, то есть находишься и снутри, и снаружи материала, и ты сам с собой-то как бы ничего особенного не обсудишь, да. Хочется все равно взгляд со стороны. Иногда я даже прибегаю к тому, что я зову других режиссеров, чтобы посмотрели, помогли в моментах, когда я нахожусь на сцене, и в целом высказать свое мнение. Как бы вот. Ну, а вы какие спектакли ставите в этом году? Как он будет называться? Что это будет за спектакль? В этом году уже прошла читка «Зверушкины истории» Дона Нигра. У нас было такое. У нас еще есть в формате читки проходит знакомство с материалом. То есть мы знакомим зрителя с материалом. Впереди, помимо Мюнхгаузена, я не только про свои, можно скажу. Впереди, помимо Мюнхгаузена, «Азорь из Дестихии» в постановке Нины Пермяковой. Вот, и я буду ставить «Брать с Лис, Брать с Кролик», «Брать с Лис, Брать с Кролик» шоу, если быть точнее. Это будет не совсем классическая постановка по Джоэлю Харрису. Я тоже буду, я пишу сейчас инсценировку, вот, и уже идут потихонечку репетиции. Шли, пока сейчас переключились, полноценно на Мюнхгаузена, Мюнхгаузена выпустим и переключимся обратно на «Кролика с Лисом». Это не совсем классическая постановка. Мюнхгаузена – это как съемки шоу, вроде как съемки Night Light Show, только в животном мире. То есть животные находятся в костюмах, но при этом являются животными. Если говорить еще, помимо… ну, то есть, извините, просто у меня вот сейчас Мюнхгаузен прям на устах все время и сказать, что прям вот он будет скоро-скоро, да. И у нас в нашем театре дебютирует Ольга Долгова, главный наш художник театра, да, и композитор Павел Гавронов Мюнхгаузена. Вот, я не знаю. В принципе, вы, да, в этих постановках что-то объединяете такое интересное, живое, животное, живая музыка. А что еще вы предлагаете как режиссер? Естественно, мы предлагаем интерактивы в любом случае, то есть общение со зрителем, то есть разрушение четвертой стены, то есть для артиста, у артистов есть четвертая стена, которая, невидимая четвертая стена, которая отделяет зрителя от артистов, находящихся на сцене. В какие-то моменты в спектаклях мы рушим эту стену для того, чтобы зритель почувствовал себя полноценным участником сказки, полноценным участником съемок шоу, в «Братцы Лисы», в «Братцы кролики», то есть будут интерактивы, прям прямое общение, там, как вы знаете, в шоу бывает американских, там, аплодисменты, там, прям яркие общения. То есть, ну, вот так. Ну, я надеюсь, что мы не только мы и в «Патарийце» и «Крымчане» увидим ваши спектакли, но и после такого мирового, когда пройдет известная эпидемия, ну, нормально все будет и все будет отлично. Да, на самом деле, и сейчас все нормально, мы не паникуем, мы работаем в штатном режиме, у нас все замечательно, моем руки просто и все, чаще мы, чаще мы, просто и до этого надо было чаще мыть руки. Сергей, будьте здоровы, да, спасибо, что пришли в утреннюю студию. Коллеги, я передаю вам слово, а часто ли вы ходите в театр? Вы знаете, в театр, может быть, мы не так часто ходим, а вот руки моем регулярно. Спасибо большое, Антонина, желаем хорошего дня, хорошего настроения, ну и по традиции добрых новостей. А в свою очередь мы уже готовы от такой театральной темы отличиться к некоторого рода другой. К более приземленным темам готовы перейти и поговорим сейчас о завтраке, о еде, потому что как же утро без завтрака. И давайте посмотрим, как это делают животные бурундуки. Ну, у них же была, ребят, живая музыка, живые животные. Вот, а у нас будут живые бурундуки, которые милые, забавные, ну, няшные, да, как было модно говорить лет так цать назад. Короче, эти ребята, они на все готовы ради арахиса, и этот пушистый малыш, он не исключение. Вы просто посмотрите, с каким нетерпением этот паренек ждет заветного лакомства. Мне кажется, ну, это тот случай, когда... Слушай, ну, у меня тоже тогда такое бывает, что когда я готова за орехи душу продать, поэтому... Ты его понимаешь, да? Вообще, я, конечно, не бурундук, хотя кто его знает, но... Ну, тем не менее, в этой жизни все возможно. Ну, а получив желаемое, что остается? Остается только с пленкой, а пока очень... Поиграть с пленкой. А если знаешь, какие-то прикольные эти штуки, пупырышки на целлофановых пакетах. Да, да, конечно. Вот так вот сидишь, лопаешь, лопаешь. Но у меня никогда не получалось лопать по одной, я делала все сразу так вот. Ну, что поделать? Очень нужная штука. И, кстати, даже исследования проводили, что вот это лопание этих пупырышек, назовем в кавычках, не знаю, как правильно выразиться, оно действительно обладает успокаивающим, релаксирующим эффектом. Я предполагаю, что это все из-за того, что у нас на пальчиках много нервных окончаний. И дело в том, что когда происходит такой... Он больше получается процесс какой-то медитативный. И ты просто, в принципе, отвлекаешься, абстрагируешься от своих проблем и уже просто сосредоточен на чем-то. И времени на мысли, те, которые как раз-таки могут привести к какой-то депрессии, его просто не хватает. И оно уходит на другое. Но вы знали, что последние исследования некоторых ученых показывают, что частичный отказ от сна может привести, может помочь при депрессии. Будем сейчас разбираться так, на самом деле, потому что вопрос очень спорный. И делать это надо очень аккуратно и дозированно, потому что ту же самую депрессию, отсутствие сна, если злоупотребить, то может только развить. Да, просто если бы действительно это был бы какой-то непросчитанный отказ от сна, то он бы помогал от депрессии. Мне кажется, большинству людей вообще этих проблем не было. Короче, вообще, какая ситуация? Дело в том, что перечислим сначала недостатки отсутствия сна. Среди них выделяют сердечно-сосудистые заболевания. Это увлечение такого рода заболеваний, если вы плохо спите. Проблемы с питанием и обменом веществ. Ну что это? От переедания до вообще полного отказа. Может быть, многим людям знакома ситуация, когда они, кажется, пытаются похудеть, ничего не едят, но при этом не худеют и даже иногда и набирают. Вот здесь, кстати, недостаток сна и может сказаться. В некоторых ситуациях недостаток сна приводит к психическим расстройствам. Но опять же таки... Вообще, если мы уже заговорили об этом, дело в том, что не в последнюю очередь недосып тясно связанного с депрессией по-своему удивительно, но депривацию сна нередко используют для ее лечения. Просто опять же таки, это все делается просчитано именно под наблюдением врачей, потому что одно из самых серьезных последствий отсутствия сна – это возможное повышение риска развития болезни Альцгеймера. Ну а ты знаешь, наверное, что если он уже начал развиваться, то потом уже ничего не сделаешь. Конечно, да, ситуация не шуточная, да и сон – удивительное явление. Может как навредить, так и помочь человеку. А о помощи человека мы сейчас поговорим и дальше в нашем репортаже. Корреспонденты покажут, как правильно сдавать кровь. Владимира Кононова здесь рады видеть всегда, ведь он – почетный донор, сдал кровь больше 40 раз. Впервые попробовал себя в этой роли 16 лет назад из любопытства. Узнал о том, что у него редкое сочетание группы резус-фактора. Первое – отрицательное. И теперь делает это регулярно. Вопрос не сколько там какой-то выгоды, а в силу того, что никто не застрахован от попадания в больницу, я просто всегда это делал. Тем более очень часто группа, скажем так, социальная, которая попадает в больницу – это дети. Соответственно, реакция здравомыслящего человека о том, что нужно прийти и сдать кровь или плазму. Стать донором может каждый, но для этого нужно быть здоровым, совершеннолетним и иметь при себе паспорт. И не только. За два дня до предполагаемой донации подержать диету, отказаться от жирного, жареного, острого, копченого, очень соленой пищи, не пить газированные напитки, воздержаться от алкоголя, любого. Дальше все просто. Заполняем анкету, регистрируемся, идем к терапевту проверять давление, сердцебиение и общее состояние. Замечательное давление, пульс хороший. И мы сейчас допускаем вас к следующему этапу. Вы пойдете с пальца кровь сдавать. Укус комара потерпеть придется. Без этой процедуры не обойтись. Перед донацией обязательным условием является определение уровня гемоглобина и группы крови. Все это можно сделать во время экспресс-анализа. После всех проверок нужно зарядиться энергией. Для этого донору дают сладкий черный чай и печенье, ведь впереди ответственный момент. Но переживать не стоит. Специалисты все сделают быстро, а главное – безболезненно. Хочется, кстати, развеять мифы о том, что донация – это больно. На самом деле, по ощущению, как будто вас ущипнули за внутреннюю сторону локтевого сустава. И все. Лежите, отдыхаете. После процедуры еще раз проверяют давление. А еще приятное дополнение. Можно получить компенсацию на обед и справку по месту требования о дополнительном выходном дне. Добровольцев в столице много. Каждый день сюда приходит примерно 100 человек. Этого достаточно, чтобы обеспечить центральные и районные больницы. Сдать можно не только кровь – плазму, клетки тромбоцитов и эритроцитов. Но главное то, что капля крови может спасти жизнь. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну а мы со Стефаном в своей студии уже встречаем отчетировательную гостью. Сегодня это Александра Бондаренко, заместитель директора ЭКБУРК «Дом дружбы народов» по творческим вопросам. Александра, ну вы у нас девушка творческая. И сразу хочется спросить. Предстоит немало мероприятий. И в том числе одно из них – это пятилетие «Дома дружбы народов». Расскажите, пожалуйста, как решили все-таки проводить, не проводить и вообще что будем делать? Да, действительно, сегодня было запланировано очень масштабное, грандиозное событие, состоящее из нескольких маленьких мероприятий. Самое большое из них должно было состояться в ДКП. Но, к сожалению, по известным всем нам причинам, сегодня оно не состоится. Но мы обещаем всем тем, кого приглашали, что как только наладить ситуацию у нас, то мы обязательно проведем это мероприятие. Мы приглашали гостей директоров «Домов дружбы» из разных субъектов Российской Федерации. Мы приглашали коллективы, с которыми на протяжении всех этих пяти лет работаем. Много сюрпризов. Совершенно новая концепция для Крыма, которой еще не было никогда ни у нас, ни у кого-либо в Крыму. Поэтому я надеюсь, что вы все это увидите. То есть празднику быть в итоге? Конечно. Ну и скажите, пожалуйста, вообще за последние пять лет, да, вот как раз таки, чего удалось добиться, как развиваетесь и какие основные такие пласты работы были проведены, которые хочется выделить? Пять лет назад, в марте, «Дом дружбы народов» появился у нас в Крыму. Было совсем немного работников. Был только энтузиазм, было только желание работать, подарить нашему Крыму такой замечательный дом, где все народы могут быть одной дружной семьей, укрепить узы всенародного братства, так сказать. Потихоньку, по чуть-чуть, глядя на «Дома дружбы» из других субъектов Российской Федерации, по крупицам собирали, приглашали новых сотрудников. И у нас образовалось три творческих отдела, которые занимаются своим направлением работы. Вам же было в любом случае сложнее, хотя бы потому, что Крым очень многонациональный, и вам нужно было просто охватить очень много всех пунктов, никого при этом не обидеть. Да, у нас более 175 национальностей, и за пять лет мы подписали соглашение с 25 национальными культурными автономиями и общественными организациями. То есть 25 национальностей — это те, которые у нас и утром, и днем, и вечером мы с ними хорошо сотрудничаем, мы проводим им национальные праздники, какие-то общие обобщающие фестивали, которые объединяют всех нас еще больше. А остальные национальности как же? С каждым годом у нас прибавляется. Вот планируют открыть польскую национальную культурную автономию, зарегистрировать. Поэтому мы ждем. Что нужно сделать, чтобы начать с вами сотрудничать, подать заявку? Может быть, есть вообще добровольцы, которые сейчас смотрят и думают, допустим, вы говорите о польской. Сижу, я такая думаю, я же поляточка, давайте придумаем, как мне вам помочь. Да, для начала, конечно же, нужно создать какой-то небольшой коллектив, который будет помогать прийти к нам, подать заявку, мы всем секретарем. Это может быть творческий коллектив, да, либо образовательный, то есть как это? Это организация должна быть общественная. Зарегистрировали. И дальше, в дальнейшем мы уже получаем заявки на проведение какого-либо мероприятия, национального праздника, например, и работаем. Вот вы начали уже говорить о планах, так или иначе, говорить о том, что с каждым годом у вас этих самых национальностей, с которыми вы сотрудничаете, становится все больше. Какие еще планы выкладываете? Ну, помимо того, что у нас есть фестивали и мероприятия, которые мы проводим каждый год, мы перед где-то в декабре, в ноябре собираемся и говорим, а давайте что-нибудь новенькое придумаем. И мы, конечно же, планируем выйти на уровень России, да, не только республиканские какие-то фестивали, совершать, возможно, какие-то выезды, нас всегда приглашают к нам, приезжают очень часто этим летом. Чуваши приехали и говорят, мы хотим праздник, мы хотим показать, какие мы, да, и мы говорим, а давайте. И вот на набережной Алуш, ты очень здорово и весело. То есть с каждым годом мы создаем новые мероприятия. Так, ну вообще это круто, потому что вы, ну, собираетесь, так поняла, кулуарно думаете, пытаетесь что-то изобрести новое. Ну а как поддерживают и поддерживают ли нас вообще другие дома Дружбы народов, да, в других регионах, в других субъектах? Да, у нас подписаны соглашения между домами Дружбы, мы периодически проводим с ними видеоконференции, общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. И вот на пятилетие должны были к нам приехать директора домов Дружбы и звонят и говорят, как жаль, как жаль, но мы никому не отказываем и надеемся, что... Ну да, ну сейчас такая ситуация, но это пройдет, все будет нормально. Нет, мы очень позитивно настроены, у нас в коллективе как-то так, я думала, будет паника, нет, паники нет, наоборот, мы несем в массу какой-то позитив, да, соблюдаем меры. Александра, вы уже очень много рассказали о праздниках, тем не менее, ну ведь не праздники же основная цель вашей деятельности, давайте о ней и поговорим. Ну что, я так понимаю, что Сафон просто предполагает возможно какие-то вот именно соглашения и вот те результаты, которые были помимо выступлений, да, да, вот каких-то мы смогли достичь за пять лет? Да, у нас за пять лет у нас появился даже рекорд России в 2016 году. Вот, а вы не хотели об этом говорить. Я оставляла это, но потом. В 2016 году на День России состоялся многонациональный флешмоб, в котором приняли участие более тысячи человек 25 национальностей, это было очень ярко-красочно в костюмах, у нас есть подтверждение этому, сертификат, то есть действительно рекорд России. Вот такое у нас было событие. Хочется сказать о том, что благодаря Дому дружбы у Крыма появилось более 470 комплектов национальных костюмов. очень ярких, очень красочных, которые помогают, может, кому-то изучить костюм, показать танец более ярким. Более 70 соглашений мы подписали с Домами дружбы, с национально-культурными автономиями. Ну, что привозят к нам, даже вот частично, это понятно. Что везем мы, когда мы себя где-то заявляем? У нас на базе Дома дружбы народов есть три, работают три кружка. И один из них — фольклорный ансамбль «Радоница». Это детки, которые исполняют фольклорные украинские и русские песни. И очень часто они представляют культуру, представляют Крым, наш Дом дружбы народов на международном уровне, получают лауреатство. Ездили они в Нидерланды, в Германию, и они являются такой изюминкой в нашем Крыму, у нас в Доме дружбы, представляют нас в других странах. А санкции не мешают? Погода не мешает? Возможно, есть какие-то проблемы, но вы же знаете, когда есть желание... Проблем нет, да? Сначала не остановят. Ну и, коль мы уже начали говорить о кружках, есть у нас еще родители и бабушки вот этих деток «Радоница». Ничего себе, все прям аудитории захватили. Да, детки ходили на кружки. Это у вас семейные подряды там, я так понимаю. Они пишут, говорят, мы тоже хотим. Вот, поэтому там у нас занимаются взрослые, руководителем является Алена Николаевна Политнева, профессионал своего дела, который занимается и с детками, и со взрослыми. И есть у нас еще молодежный ансамбль «Тавры», руководитель Ксения Белок, наша сотрудница, методист, они исполняют более в стилизованном виде народные украинские и русские песни. Александр, вам огромное спасибо за то, что это утро вместе с нами встречать. А нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня была Александра Бондаренко, заместитель директора Дома Дружбы Народов по творческим вопросам. Ну и мы хотим сказать, что если вы хотите тоже принять участие в какой-нибудь такой активной деятельности, творческой, то на сайте, я думаю, Дружба Народов можно найти любую информацию, любые контакты, но в своей очереди все это можно сделать, если вы откроете гаджет и зайдете в интернет, но именно в сети интернет мы уже подобрали для вас самые актуальные новости сейчас для того, чтобы вы на это тратили меньше времени. Китайцы не перестают удивлять, пока один мужчина пытается найти край скотча, второй успел обмотать целую коробку. Складывается впечатление, будто это ускоренная съемка, но нет, упаковщик – профессионал своего дела. Этот пес знает точно, хороших мальчиков нужно гладить без перерыва. Как только хозяин убрал руку, четырехлапы всем своим видом дал понять, что так дело не пойдет. Как говорится, человек-собаке-друг. Сложно определить, кто же эти парни – футболисты или трюкачи. Судя по тому, как задорно они улыбаются, броски на точность не составляют никакого труда для спортсменов. Вопрос один – сколько времени они потратили на эти тренировки? Некоторых жизнь ничему не учит. Не успел спаситель отойти от ямы, из которой вытащил щенка, как маленький проказник тут же угодил в соседнюю. Либо там припрятано вкусное лакомство, либо хвостатый просто так развлекается. Иначе как объяснить его поведение? Если долго смотреть этот видеоролик, может закружиться голова. Главного героя это, конечно, не касается. Ребенок, словно заводной, бегает вокруг аквариума в попытках то ли догнать, то ли оторваться от жителя морских глубин. Удивительно, как только мальчик снижает скорость, рыба делает то же самое. Обычно на показе мод манекенщицы дефилируют с каменным лицом, идут по заданной траектории и не проявляют никаких эмоций. Удивить гостей получилось у моделей из Африки. Девушки танцевали и радовали всех не только яркими нарядами, но и ослепительной улыбкой. Во соргу зрителей не было границ. Умению этих мужчин рубить капусту можно только позавидовать. Быстро, а главное, все пальцы на месте. В некоторых городах Индии робототехника и автоматизация процессов просто не нужна. Зачем, когда есть такие люди? Мешок наполняется за считанные минуты. Вот что значит «командная работа». Утро будничного дня так или иначе связано с переездами. Кто-то на работу, кто-то на учебу. По своим делам торопятся все. Ну, торопятся и все, и все. Мне кажется, только предметы могут оставаться в том, в том же состоянии. Нет, сейчас поймете просто. Мы сейчас покажем вам кадры, на которых вы увидите очень успешащих, маленьких, милых грузунов. Они все пытаются залезть в одну и ту же банку. Возможно, они в ней когда-то жили, когда были совсем малышами. Но вот что-то они в какой-то момент не учли, что банка размером осталась та же, а вот эти… Ребята выросли. Ребята выросли. В принципе, мне кажется, и дети тоже так растут. Наверное. Наверное, так они растут. Но, похоже, это все действительно на общественный транспорт, на маршрутки, с которыми все мы ежедневно пользуемся. И также с утра такая же примерно там атмосфера и обстановка. Ой-ой-ой, не хочется иногда говорить сейчас об общественном транспорте, тем более, что слишком уж иногда впечатляет. Но, тем не менее, зато в эти моменты всегда можно укрепить, так сказать, иммунитет, здоровье, поддержать тонус, физическое состояние своего организма, пройтись пешком. Самое главное, чтобы для этого не пришлось потратить час, два, три. Но если минут 20, мне кажется, наушнички, хорошая музыка и вообще прям с удовольствием. Я, например, так и делаю, я не езжу на общественном транспорте, если в этом нет крайней необходимости. И даже если дорога занимается примерно час, я считаю, что это оптимальное время передвижения. Тем более, что с учетом городского трафика, по крайней мере, в крымской столице, в некоторое время гораздо быстрее можно добраться от одного, от точки А до пункта Б, да, на своих двоих, нежели на общественном транспорте. Это было не раз замечено, на самом деле, такие же наблюдения. Манипуляции. Ну а что плохого? Погода сейчас хорошая, а у нас очень красивая отреставрированная набережная реки Салгир, очень красивые фонари. Если идешь с работы в вечернее время, я вот получаю искреннее такое эстетическое удовлетворение, я бы сказала, потому что набережная, правда, преобразилась. Я лично, лично, мне очень кайфово, мне очень нравится, потому что сделали красиво, качественно. Я надеюсь, что это все здорово продержится и наших людей, а руки чесаться не будут, все разгромить, как это обычно. Но здесь, как вчера, знаешь, на ток-шоу, вчера нас вечером было на телеканале Крым24 «Говорите правду». И вообще тема обсуждения была экология. И там были в студии ведущая Елена Емельянова, спикеры, эксперты, и большинство экспертов пришли к мнению, что самое главное – это чтобы донести людям, что нужно быть сознательными. И, как сказал глава администрации в Патуре, тоже Тихончук, что самое сложное в работе по уборке, как-то не парадоксально, это не убрать мусор, это замотивировать людей не ставить мусорные пакеты рядом с пустыми мусорными баками, чтобы человек взял все-таки и опустил свой пакет. Вторая тема, которая обсуждалась на «Говорите правду», которая выходит каждый четверг в 20-30, это то, что все-таки разделить сбор мусора. Его нужно придерживаться. Другое дело, что уже вторпереработка, вторсырья – это проблема. Саша, ну вот говоря о мусоре, нужно понимать, мне кажется, в первую очередь, что чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. И вот посмотрите… А я не соглашусь. Ну нет, убирать тоже надо. И убирать, и мусорить… Сейчас, подожди, раз-раз. Ну это вот мы говорим о мерах профилактики, для того, чтобы избежать самой этой глобальной проблемы. Понятное дело, конечно, убирать нужно, но если еще при этом не мусорить, то гораздо больше результата будет. Хорошо, в этой студии хотя бы чисто. Вот. И об этом же я и хотел сказать. Вот будете убирать, не будете мусорить, и будет так же хорошо, уютно, чисто, как у нас в студии. Кстати, за это все мы благодарим ООО «Форманта», которая входит в холдинг «Гринвуд Групп». Ну, конкретно сейчас не за чистоту, а за то, что передают партнеру, которые предоставили нам мебель частично. Но вот за это мы их и благодарим. А в свою очередь по улицам Крымской столицы уже гуляет наш мобильный корреспондент Александр Ткачев. Мне кажется, Саша сейчас будет… Ой. Ну, мы уже просто передаем ему слово, не будем задерживать. Саша, доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Рад вас слышать. Вообще, сегодня, надо сказать, утро довольно радостное, потому что, напоминаю, ну, вы-то наверняка это помните. Сегодня пятница. И это означает, что выходные начнутся буквально завтра. Ну, а вторая радостная новость заключается в том, что, наконец-то, этот арктический циклон, который создал прохладную погоду в Крыму, от нас отошел, и будет постепенное потепление. И на этих выходных уже будет хорошо. Днем будет температура подниматься до 15-16 градусов тепла, а ночью, соответственно, не будет ниже нуля, и сохранится в диапазоне от 3 до 5 градусов тепла. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, конечно, нас радует то, что далеко не все косточковые померзли. Вот сегодня буквально с утра прошелся по городу, увидел, что кое-где растеют цветы еще живы. То есть, безусловно, повреждения есть на отдельных ветвях, но в целом сохранилось. Ну, вот, например, давайте посмотрим. Тоже повод порадоваться. Я хочу поделиться с вами своей радостью. Я утро встречаю в Центральном парке культуры и отдыха, недалеко от памятника Екатерины. И вот здесь уже вовсю весна. Посмотрите, друзья. Вот уже на розах фактически начали распускаться листочки. Они красного цвета, потому что молодые. Вообще, в воздухе царит свежая атмосфера, свежесть. И приятно встречать именно здесь утро. Я подключусь к словам Александры. Подпишусь под ними сегодня. Днем она уже объявила о погоде. Я подтверду ее слова. Сегодня днем будет до 12 тепла. Ночью, возможно, до плюс одного. Морозов уже не будет. Ну, и как я сказал, выходные будут со знаком плюс, потому что погода будет плюсовая. Ну, и настроение, надеюсь, у крымчан, несмотря на все проблемы, которые нас окружают, все-таки будет хорошим. Дело в том, что, я думаю, все прекрасно понимают, что провести выходные в кругу семьи, это то, что редко мы можем себе позволить. Поэтому, друзья, давайте проведем выходные хорошо. И интересно, что дополню, что сегодняшний день особенный, потому что впереди выходные и у всех повод порадоваться. Друзья, я на этом заканчиваю свое включение и подключусь к вам уже во втором части. Коллеги, вам слово. Спасибо тебе огромное, Саша. Будем с нетерпением ждать следующего твоего включения. Ну, и движемся дальше. Да, очутившись посреди белого сплошного облака, настолько плотного, что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Это к чему? Это даже не лирика никакая. Озвучало красиво. Ну что, мы предлагаем вам посмотреть на кадры, которые мы сейчас покажем вам. В общем, в чем дело? Ялта, южный берег Крыма. И здесь мы видим настолько плотный туман, что, кажется, если руку протянуть, то его можно потрогать. И на этих выходных я тоже была в Ялте на прошлых. И ты знаешь, ты въезжаешь в город, а он буквально, ну, ты прямо въезжаешь в облака. Ты их ощущаешь, да, и понимаешь, что это туман, что это просто вода. Но, тем не менее, когда ты смотришь на это издалека, ощущение такое, что ты на седьмом дне дочери. Ну, очень завораживающе это выглядит. Так и кажется, что сейчас ежик покажется, который будет искать лошадку. Ну что, на самом деле, нередко задаешь себе вопрос, почему образовался такой густой туман, и почему он белого цвета, и начинаешь раздумывать о том, как долго это явление обычно длится, и вообще, почему любой другой туман начинает Россия вот сама? А насколько я знаю, я могу ошибаться, но я попробую все-таки. Идет столкновение теплого воздуха и... С холодными? С воздушными массами, да, наверное? С холодными воздушными массами, точно. Ну, о воздушных массах вы можете... Даже мы можем не говорить, вы можете сами их увидеть, потому что в последнее время в Ялте это вообще очень свойственно юбкам, поэтому вам стоит просто определиться с точкой полуострова, которой вы проведете свои выходные, который наступит уже буквально, ну, сколько там? Через 8-7 рабочих часов. Примерно так. Кстати, я вот сейчас подумал, что именно этот самый туман жители полуострова, ну и, в принципе, гости тоже могли обратить внимание, что если мы говорим о Ялте, то там на набережной очень много стоит всяких изваяний, и они... Материал, из которого они изготовлены, зачастую начинает окисляться. Это почему? Потому что от моря как раз-таки идут эти испарения, там зачастую туман искапливается, и вот таким образом его действие сказывается на материале, на металле. А вот интересно, как же обстоит дело на даче шаляки? Дело в том, что, ну, Александра Ткачева, вы уже с утра сегодня видели, он вам рассказал о погоде, но при этом Саша еще и эксперт в архитектуре. Именно поэтому он узнал, как обстоят дела на даче шаляки. Сухая горная долина, кругом виноградники и кипарисы, типичный пейзаж юго-восточного побережья полуострова. Это вовсе не проселочная дорога, это русло. Сейчас оно безводно, но как только в горах пройдут осадки, здесь будет душевать поток. Река Ворон, одна из наиболее своенравных и селеопасных речек полуострова. В этом месте как будто замерли сразу три эпохи. Конец 19 века, середина 20-го и наше настоящее, начало 21-го. Каменистые известковые грунты идеальная среда для произрастания винограда, но для хорошего урожая одной почвы недостаточно. В 21 веке самым ценным ресурсом является вода. Капельное орошение – современная технология, которая позволяет экономить до 70% влаги. На этом винограднике проложено десятки километров шлангов. Вода подается под корень по каплям, оставляя почву постоянно влажной. Крым – полуостров контрастов. Инновации и винтажная техника на одном поле. Артефакт еще одной эпохи. Эта машина работает на винограднике почти 50 лет. Выпущена в середине 70-х годов легендарным харьковским тракторным заводом, который дал в годы войны танк Т-34. Этот трактор – настоящий боец. Не подводил ни разу. Владимир Костенко за 15 лет работы знает в нем каждый винтик на ощупь. Механик к пахоте готовил машину всю зиму. Весна для виноградаря – самое главное время года. Настал март, заканчивается обрезка, начинается обработка почвы. Плугом обрабатываем почву между кустов и под кустами и в рядку. Для того, чтобы меньше травы было, чтобы земля, почва дышала. В непосредственной близости к морю растут самые вкусные столовые сорта винограда. Мускат Белый Италия, Аркадия, Кишмиш, Красный Кардинал. Сладкие ягоды, искристые напитки и южные пейзажи всегда манили в Крым знаменитых людей. Как утверждают биографы, Крым и Шаляпин соединены почти с сакральной связью. Маленький домик, утопающий в виноградниках, стал для певца почти сбывшейся мечтой. Если Гурзуф и Ялта для легендарного баса место светских встреч и веселья, то Восточный Крым располагал к уединению. Ни суеты, ни шума. К сожалению, много времени провести на даче в долине реки Ворон Шаляпин не смог. Революция 1917 года. После затянувшихся гастролей оперный певец на родину больше не вернулся. В пустующем доме сначала располагалась школа, позднее общежитие для учителей. Сегодня здание Шаляпинской дачи, окруженное столетними кипарисами, медленно разрушается. Единственный гость, который гуляет в этих стенах, это ветер. А ведь здесь мог быть настоящий музей. Вопрос об организации экспозиции в доме неоднократно поднимался. Но есть преграда. Мешает вредное производство. Промышленный холодильник, разместившийся за забором. Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе усадьбы остается открытым. Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. На часах слегка за девять мы стоим здесь, а это говорит о том, что утро нового дня продолжается. Стефан Филатов, Александр Карнович, еще раз всем доброе утро. Если вы только сейчас начинаете этот день, мы напоминаем, что сегодня пятница, 20 марта и скоро совсем-совсем-совсем у нас приближаются выходные. Ну, не знаю, кого как, меня этот факт радует. Ну, хотя бы потому, что можно просто сменить картинку. Что мы вам и советуем сделать? Советуем вам выбрать тот регион полуострова, в котором бы вы еще не были, возможно. Вот, например, я просто никогда не была в Новый Свет, да? Да. Вот. Там, нога моя там не ступала, поэтому, возможно, в вашем случае вам как раз-таки есть тоже что посмотреть, что увидеть. Тем более, что очень много крымчан, проживая даже здесь всю жизнь, они так и не видят главные достопримечательности нашего полуострова. Но о них мы периодически рассказываем в эфире нашей программы. И именно сейчас мы предлагаем вашему вниманию анонс, из которого вы узнаете, что сегодня. Вы можете узнать нового из программы «Утронового дня». Старинные технологии производства. Литье металла как искусство. Дом дружбы народов. Как на полуострове отпразднуют пятилетие государственного бюджетного учреждения Республики Крым. Долина реки Ворон. Место преломления времен. От столетней дачи Федора Шаляпина до современных аграрных технологий. Сдать кровь, спасти жизнь. К чему должен быть готов потенциальный донор. Включение из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя. Самые актуальные новости полуострова. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу утра нового дня. Краткосрочная и долгосрочная парковки для легковых автомобилей на территории аэропорта Симферополь теперь начнут работать по единому тарифному плану. Дело в том, что эту инициативу приняли после анализа предложений, поступивших от автомобилистов и пассажиров, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг международным аэропортом Симферополь. И если говорить конкретно, то если вы приехали в Ирогавань, то стоит знать, что 16 марта тариф на парковки возле зоны прибытия и зоны вылета, это долгосрочная и краткосрочная соответственно, они изменятся каким образом? Он составит 200 рублей в час и после третьего часа стоянки это 600 рублей, да? Мы уже все посчитали. Если вы оставляете машину на сутки, цена не изменится. То есть первые три часа уже просто включены в стоимость, поэтому сутки 600 рублей, часа 200 рублей на обоих местах парковки. В свою очередь, вторые сутки стоянки обойдутся уже дешевле. И третьи, соответственно, станут еще дешевле. В общем, предложение очень рациональное, не стоит упускать из виду его, потому что сэкономить теперь можно. Ну да, если вы оставляете машину на двое суток, вы заплатите 500 рублей из своего кошелька. Если вы оставляете машину на 3-5 суток, то это будет 300 рублей. Ну, 300 рублей. Отличное предложение и отличные новости. Аэропорт не перестает нас удивлять. Ну и, кстати, удивлять сейчас и мы вас будем, а вернее, авторы следующей нашей рубрики под названием «Хэштег». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, думала, опоздала через сколько эфир? Через минуту? А, минуту! Приветики-пистолетики! Время не ждет! Я Настя, это хэштег пиу-пиу-пиу. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красноярская строительная компания опубликовала анонс весенней акции в своем инстаграме. Ее клиенты смогут получить скидку на трехкомнатную квартиру. Причем сумма напрямую будет зависеть от веса покупательницы. Реакция аудитории крайне неоднозначна, но многие явно не прочь воспользоваться акцией. В публикации предлагается девушкам приобрести недвижимость в нескольких жилых комплексах на особых условиях. Каждый килограмм веса дает покупательнице скидку в тысячу рублей. В анимированном клипе изображены женщины разной наружности и комплекции, а само видео начинается с бодипозитивчика. Дорогие женщины, мы любим вас такими, какие вы есть. После этого тональность ролика слегка меняется. Автор, явно сочувствуя зрительницам, выражает неоднозначное, но расхожее мнение. Набрали вес на зиму? Не спешите худеть к лету. Килограммы приходят и уходят. Трехкомнатная квартира навсегда. За время публикации несколько покупательниц уже поинтересовались деталями, запросив более подробную информацию у организатора. Однако мнения подписчиц касательно маркетинговой уловки разделились. Некоторые называют акцию откровенно сексисткой, но кто-то все равно считает предложение выгодным. Почему на ногах ногти, а на руках не «рукти»? Ох, нифига себе, интересно. Риторический вопрос, не найду ответа, реально. Потому что на ногах ногти, а на руках не рукти. Отлично, это правильный вопрос. Чем пахнет голубой цвет? Морем. Васильками. А чем пахнет голубой цвет? Голубизной, мне кажется. А голубизна пахнет как что? На голубику похоже. Вот знаете, где сфок берешь и руками сжимаешь, вот очень похожий запах. Чем пахнет голубой цвет? Весенним небом. Мы снимаем познавательную программу, можно ответить на пару вопросов. Почему круглую пиццу кладут в квадратную коробку, а режут треугольниками? Ну, так можно научить детей распознавать геометрические фигуры. Мне, кстати, меня в круглые коробки привозили последнюю. В круглые? Да, это, видимо, старые коробки были. А разве это не оскорбляет чувства перфекционистов? Это оскорбляет чувства круговеров. Это так было задумано вселенной. А зачем? Ну, для разнообразия, что будет все круглое или квадратное, или треугольное. И квадратное, и треугольное, и круглое. А разве это не оскорбляет чувства перфекционистов? То есть чувства оскорбляют? Немного, да, есть такое. Почему круглую пиццу кладут в квадратную коробку, а режут треугольниками? Потому что в мире все несовершенно. А как же сделать так, чтобы все стало немного совершеннее? Ну, для начала нужно как минимум сделать колбасу в форме хлеба. Да что ты, черт побери, такое несешь? Волкан Челик из Лондона прекрасно знает, что его кошка Лили любит гулять в одиночестве и всегда находит пути, чтобы пробраться обратно в дом. Вот только хозяину было интересно, как именно животное оказывается в жилище. Так что он решил проследить за питомицей. И в итоге сильно удивился. Ох! Оказывается, Лили смогла бы сделать карьеру воровки-форточницы. Ведь она отлично научилась приоткрывать незапертое окно и влезать в комнату. Волкан добавил, что через некоторое время он убедился. Для Лили это настолько привычное поведение, что один раз она и впрямь совершила правонарушение, забравшись в дом их соседа. А-а-а! О-о-о! В США счастливые родители удочерили шестилетнюю Наташу из Украины. Спустя несколько месяцев взрослые начали замечать, что ребенок умен не по годам, а также зачастую угрожает и неадекватно себя ведет. Началось разбирательство и выяснилось, что Наталья не шестилетний ребенок, а 22-летняя девушка-корлица. Вот это поворот! Всем классного настроения от команды «Хэштег». Скоро увидимся. Пока! Ну а пока ребята веселятся, мы читаем новостную ленту. И одно из таких информ-сообщений, о которых мы уже готовы рассказать, это то, что Минтранс Крыма разместил список автомобильных дорог Симферополя, которыми министерство займется в 2020 году. Ну что, по меньшей мере, значительно увеличится объем работ на улице не только Симферополя, но и Симферопольского района, Ялты и Керчи. И уже касательно конкретно Симферополя, нужно сказать, что программа минимум заложена, в которую входит 68 километров, которые будут реконструировать. Ну а если все получится так, как должно, то отремонтируют даже 150 километров. Да, в идеале это 150 километров дорожного покрытия. И в этом году в Крыму при условии получения денег из всех источников финансирования будет проведен ремонт работы на дистанции 515 километров. Ну, тем не менее... Ничего себе показатели! Слушайте, это большие, да, показатели, это хорошие цифры, но я знаю, что о цифрах мы можем говорить очень много. И, например, это могут быть уже не трехзначные, а двузначные числа. И конкретно, допустим, они могут говорить о погоде. Именно об этом мы сейчас с вами и поговорим. Давайте узнаем, чего же сегодня стоит ожидать, как одеваться, ну и чего планировать на вечер. Стоит ли планировать то, что вы планируете. Итак, начнем с Симферополя. В Симферополе будет переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, но днем поднимется до 13, что очень, в принципе, неплохо. В Севастополе будет пасмурно, с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, 3 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, а днем на столбиках термометров до 11 градусов тепла. Переходим к прогнозу погоды по южному берегу Крыма, и там сегодня будет также переменчивая облачность, но при этом дождя не ожидается, ветер юго-западный, 4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, но днем поднимется до 12 тепла. Прогноз погоды по Феодосии пасмурно, с прояснениями там будет, ветер западный 1 метр в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, но днем поднимется до 15 градусов тепла. В Керчи 20 марта переменчивая облачность, дождя также не ожидается и других видов осадков, ветер западный 2 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, до 12 поднимется в течение дня. В Армянске сегодня облачно, осадки не ожидаются, ветер западный 2 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, днем до 14 градусов тепла она поднимется. Переходим к ценам на топливо. Итак, газ сегодня стоит 19 рублей 56 копеек, дизельное топливо 48 рублей 80 копеек, 92-й бензин 44 рубля 17 копеек, 95-й 48, 65, ну и 98-й 56 рублей 12 копеек. Цены на валюты продолжат наш эфир и евро с долларом ожидаемо, конечно, все-таки выросли сегодня. Доллар стоит 80 рублей 15 копеек, ну а евро 87 рублей 26 копеек. Ну что, Стефан, это я тебе еще больше скажу, что, во-первых, для тебя может быть не актуально, а для наших телезрителей весьма. Дело в том, что весенние школьные каникулы в этом году продлятся больше, чем обычно. С понедельника, с 23 марта и до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. И при этом будет организована поддержка дистанционного обучения. То есть мы уже знаем, что и в университетах, перешли уже, по крайней мере, в части крымских университетов, и российских тоже на систему дистанционного обучения. Но это же касается и школ, и будут открыты доступ к электронным учебникам. Ну это важно, это очень важно. И все-таки меры безопасности соблюдать, но и при этом не забывать про обучение. Потому что студентам, да и школьникам, в принципе, уже не так далеко осталось до сдачи экзаменов, вступительных и не только. Поэтому процесс обучения очень важен, и забрасывать его нельзя. Да, ну и что немаловажно, это то, что школы продолжают работать, и если родители не с кем оставить ребенка дома, то они могут привезти его в школу, и там будет ребенок продолжать учиться. Дистанционное обучение будет также обеспечено и в учреждениях среднего профессионального образования. То есть, я уже перечислила, это высшее учебное заведение Крыма, это и Россия в целом, это, как это называется, профподготовка, это техникумы, да? Техникумы. И школы. Школы, абсолютно все формы обучения, то есть не будут заброшены, процесс обучения не будет остановлен, несмотря на то, что студенты-школьники сейчас какое-то время будут проводить дома, поэтому, в принципе, причин переживать никаких нет. Да, и мы вам, кстати, можем еще рассказать, как вы можете, чему еще вы можете научиться. Мы очень любим снимать для утреного дня видеоматериалов, которые могут быть для вас полезны. И давайте увидим один из следующих сюжетов. Почти полжизни Дмитрий Материкин искал свое призвание, пробовал себя в разных сферах, быстро разочаровывался и менял работу. Пока все не изменил случай, и вот мужчина уже 25 лет занимается литейным ремеслом. Здесь все начинается с эскиза. Я вырежу из воска это кольцо, отолью его в металле, доделаю его в металле, потом сниму с него форму, в которую будут заливаться опять же восковки. У нас сам процесс, как и называется, литей по выполнению модели. Одну небольшую фигуру литейщик мог бы сделать за полтора часа. Проблема в том, что мастерская Дмитрия расположилась буквально по всему городу. В одном месте изготавливают модели, в другом восковые формы, а в этом цеху делают финальные штрихи. Чтобы петелька на кулоне не расходилась, ее нужно в первую очередь запаять. Для этого разогреваем изделие до оранжевого цвета. Затем точечно наносим плюс, чтобы снять с металла оксидные пленки. И можно припаивать. Ну вот, моя первая, можно сказать, ювелирная работа и готова. Теперь главное дать ей остыть, потому что она очень горячая, и им нужно обжечься. Кулоны, кольца, пряжки. Здесь тысячи миниатюрных изделий из сплавов меди, бронзы и других металлов. Работает мастер по стандартной схеме. Чтобы убрать этот флюс, поскольку он очень твердый, он как стекло фактически, мы убираем его химически. Бросаем в лимонную кислоту и кипятим. После украшения чернят это нужно для того, чтобы придать металлу эффект состаривания. Мы берем изделие, макаем его в азотную кислоту и нагреваем его. Теперь оно остынет, и вот это вот черное покрытие патину мы частично снимаем на станке. Завершающий штрих – шлифовка и полировка. Буквально несколько секунд обработки, и изделие готово. И главное, что ценность имеет не столько металл, сколько идея автора и качество ее исполнения. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Ну и что, продолжим тему аэропорта. Дело в том, что готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь, строительство и реконструкция, которая ведется в рамках ФЦП по Крыму и Севастополю, она уже превысила 70%, и завершение строительства по контракту запланировано на сентябрь 2020 года. Речь идет о строительстве и реконструкции всего, всей автодороги Симферополь, Красноперековск и Армянск. Общая протяженность этого участка дороги, с учетом всех развязок, пересечений, составляет около 9 километров. Длина реконструкции основного хода трассы 2,9 километра, ну 3, давайте говорить так, уже округлять, запомнится проще все-таки. Магистраль получит первую техническую категорию. На участке будет организовано по 3 полосы движения в каждую сторону, и общая ширина проезжей части 21 километр. Хорошие показатели, и как хорошо, что вот такими 7-мильными шагами все-таки эти работы продвигаются. Напомню о предельно допустимой скорости передвижения, это 80 километров в час, в районе этой автодороги будет спланировано. Это очень важно, не превышайте скорость, все-таки берегите свою жизнь, жизнь тех, кто с вами едет в одном... В одной машине, иначе мы возьмем с ним какой-нибудь ролик с авторегистратора и выложим обязательно в сеть, добавим в рубрику новости интернета. Мы так периодически делаем, в принципе, что вы можете сейчас увидеть. Китайцы не перестают удивлять. Пока один мужчина пытается найти край скотча, второй успел обмотать целую коробку. Складывается впечатление, будто это ускоренная съемка, но нет, упаковщик – профессионал своего дела. Этот пес знает точно, хороших мальчиков нужно гладить без перерыва. Как только хозяин убрал руку, четырехлапый всем своим видом дал понять, что так дело не пойдет. Как говорится, человек-собаке-друг. Сложно определить, кто же эти парни – футболисты или трюкачи. Судя по тому, как задорно они улыбаются, броски на точность не составляют никакого труда для спортсменов. Вопрос один – сколько времени они потратили на эти тренировки? Некоторых жизнь ничему не учит. Не успел спаситель отойти от ямы, из которой вытащил щенка, как маленький проказник тут же угодил в соседнюю. Либо там припрятано вкусное лакомство, либо хвостатый просто так развлекается. Иначе как объяснить его поведение? Если долго смотреть этот видеоролик, может закружиться голова. Главного героя это, конечно, не касается. Ребенок, словно заводной, бегает вокруг аквариума в попытках то ли догнать, то ли оторваться от жителя морских глубин. Удивительно, как только мальчик снижает скорость, рыба делает то же самое. Обычно на показе мод манекенщицы дефилируют с каменным лицом, идут по заданной траектории и не проявляют никаких эмоций. Удивить гостей получилось у моделей из Африки. Девушки танцевали и радовали всех не только яркими нарядами, но и ослепительной улыбкой. Во ссорку зрителей не было границ. Умению этих мужчин рубить капусту можно только позавидовать. Быстро, а главное, все пальцы на месте. В некоторых городах Индии робототехника и автоматизация процессов просто не нужна. Зачем, когда есть такие люди? Мешок наполняется за считанные минуты. Вот что значит командная работа. Так, есть еще один сюрприз и с кем мы сейчас его обсудим. Так, это Вильдан Милушев, продюсер. Как раз таки с Вильданом мы сейчас поговорим о женском ток-шоу, которое запускается на каком телеканале? Первый, Крымский Крым 24. Первый, первый, первый. На первом, да. Ну и расскажи, пожалуйста, в чем концепция, что это такое? Привет. Привет. Доброе утро. Привет. Всех секретов раскрывать сейчас мы не станем. Рассказывать, какие у нас заготовлены там интересные моменты, это узнает телезритель, когда уже начнется само шоу в эфире транслироваться. Женское шоу, соответственно, темы женские. Драки будут? Я не знаю, если ты придешь и начнешь, я думаю, в принципе, мы вряд ли откажемся от подобного. Если вы позовете, тема будет хорошая. Тема будет драка с Сашей. Вот такая и будет тема. То есть, в принципе, женские темы, темы актуальные, темы современности, социальные темы. Сейчас крайне модно говорить и в трендах, естественно, темы феминизма, темы бодипозитива и все эти очень важные околосоциально-женские темы. Вот, я думаю, всех их мы и будем поднимать в том числе. Все будет с наглядными примерами? Но если это бодипозитив, бодипозитив. Бодипозитив, бодипозитив мой, позитив. Вы, пожалуйста, его принесете, да? Принесете. Кстати, он у меня с собой. Нет, ну как с и Крым. В принципе, богат красивыми видами, многокультурный, многоконфессиональный, но также и разнообразный в плане представлений, в плане позиций, в плане мнений. Поэтому есть, я уверен, здесь и те, кто придерживается идеологии бодипозитива, и если они захотят, а мы, я уверен, уговорим их, они придут и, естественно, мы поговорим об этом. У вас недавно был кастинг? Да, недавно он проходил у нас в республиканском пресс-центре. Это был первый кастинг. Мы посмотрели, и стало понятно, что хочется увидеть еще больше. Временными рамками были... Как красивых девочек хочется посмотреть, да? Я поэтому сюда и пришел, кстати. Спасибо. Отлично, вот как! Я должен был дождаться реакции. В общем, да, хочется еще кастинга, хочется еще больше увидеть девушек. Параметры не обязательно какие-то должны быть модельные. Это у нас нет каких-то убеждений, предпочтений, строгих ограничений, ничего подобного нет девушке. И это касается даже тех девушек, кто немножечко постарше возрастом. В общем, мы ждем всех, кто готов отстаивать свою позицию, у кого она есть, кто, возможно, уже сформировал определенное мнение и хочет им поделиться, кто видит в себе силы быть дирижером этого шоу, потому как задача не самая простая, это не просто какой-то линейный эфир, где у тебя есть определенная тематика, ты ее строго гнешь. Нет, здесь прям нужно дирижировать этим всем оркестром мнений гостей, экспертов, которые будут находиться в студии. Куда обращаться тем девчатам, которым захотелось к вам прийти и рассказать о том, что они думают по тому или иному поводу? 20 какого? Так, так, так. В общем, в пятницу у нас сегодня какое число? 20, а это значит, 27? Нет, 25. Плохо считаем, ладно, неважно. В общем, ребят, в пятницу у нас здесь, вот как раз-таки на этой площадке, здесь на площадке утро состоится кастинг, начало в 11 часов, но перед этим нужно звонить по телефону. Все информации у нас, мало того, что транслируются по радиостанциям, радио море, радио Крым, Крым. Запускаются сегодня еще и ролики по нашим телеканалам Крым-1, Крым-24, и там указан номер для справок, по которому нужно предварительно звонить и записываться. Вы, в принципе, можете прийти к 11 часам, но боюсь, что если будет одновременно наплыв всех желающих очаровательных милых дам, чтобы вы не ждали друг дружку, нужно все-таки войти в наш график, в расписание, чтобы прийти к нужному времени. Кстати, дорогие телезрители, обратите внимание на экраны, номер как раз сейчас высветился. Записывайте, фотографируйте, запоминайте, потому что упустить такую возможность не будет. Ну, я думаю, что любая соцсеть, ВКонтакте, Фейсбук, зашел, смотрел. Да, 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 там везде есть указан этот номер телефона, звоните, и Виктор с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы. Вильдан, кастинг же и дальше проводить будешь ты? Ну да, ну как, ну в смысле? Смотри, мы проверим, сколько девушек придет, и посмотрим, они придут на женское так-шоу или к тебе на кастинг? Да не придут, ой, это... Обраточка, да. Обраточка, лаверды, ладно, хорошо. Что нужно, частый вопрос, что нужно готовить, с чем идти, к чему готовиться? Ни к чему готовиться особо девушке не нужно, то есть каких-то заранее заготовок делать никаких не нужно. Вы приходите, и здесь мы уже в процессе беседы, в процессе собеседования прогона, проб, поймем, насколько вы гармоничны или негармоничны, насколько это вам нравится, не нравится, и что, каков заложен потенциал. Потому что уверен, кто бы ни пришел, не факт, что сразу готовый ведущий влетает и знает, чувствует себя, как рыба в воде, знает, как ориентироваться по камерам, и все эти нюансы телевизионные. Естественно, то есть всему этому мы будем учить в процессе, но нужно увидеть потенциал, который можно в дальнейшем развивать, с которым можно будет в дальнейшем работать. Тем более, что, насколько я знаю, на секундочку, у ведущих будет несколько, да, возможно, есть такая вероятность. Посмотрим. И шансы есть у всех. Да, 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 то есть не факт, что это будет только один человек. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим, кто как себя покажет, давайте посмотрим, кто как себя заявит. Опять же говорю, сейчас уже довольно давно стало трендом писать все, что не попадя в социальных сетях, дико агрессивно зачастую порой выражая свою точку зрения, свое мнение, и вот как раз-таки это одна из тех площадок, это телевидение, женское ток-шоу, где вы можете отчасти высказать свое мнение и выслушать еще и другие стороны, которые могут внести некий конструктив в ваше мышление. Вильдан, ну и все-таки речь идет о женском ток-шоу. Я надеюсь, ты понимаешь всю ответственность этого. Да, 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 страшно. Слушайте, ребят, ну зато динамично. Посмотрим, что будет, по крайней мере, это обещает быть интересным. Тебе огромное спасибо за то, что пришел в нашу студию. Но нашим телезрителям напоминаю, что сегодня это утро вместе с нами встречал Вильдан Милушев, продюсер нового женского проекта. Ну, да, а мы тем временем движемся дальше и предлагаем сейчас увидеть сюжет о том, как можно помочь не только себе, но и другим. Владимира Кононова здесь рады видеть всегда, ведь он почетный донор, сдал кровь больше 40 раз. Впервые попробовал себя в этой роли 16 лет назад из любопытства. Узнал о том, что у него редкое сочетание группы резус-фактора. Первое отрицательное. И теперь делает это регулярно. Вопрос не, сколько там какой-то выгоды, а в силу того, что никто не застрахован от попадания в больницу, я просто всегда это делал. Тем более, очень часто группа, скажем так, социальная, которая попадает в больницу, это дети. Соответственно, реакция здравомыслящего человека о том, что нужно прийти и сдать кровь или плазму. Стать донором может каждый, но для этого нужно быть здоровым, совершеннолетним и иметь при себе паспорт. И не только. За два дня до предполагаемой донации поддержать диету, отказаться от жирного, жареного, острого, копченого, очень соленой пищи, не пить газированные напитки, воздержаться от алкоголя, любого. Дальше все просто. Заполняем анкету, регистрируемся, идем к терапевту, проверять давление, сердцебиение и общее состояние. Замечательное давление, пульс хороший. И мы сейчас допускаем вас к следующему этапу. Вы пойдете с пальца кровь сдавать. Укус комара потерпеть придется. Без этой процедуры не обойтись. Перед донацией обязательным условием является определение уровня гемоглобина и группы крови. Все это можно сделать во время экспресс-анализа. После всех проверок нужно зарядиться энергией. Для этого донору дают сладкий черный чай и печенье, ведь впереди ответственный момент. Но переживать не стоит. Специалисты все сделают быстро, а главное – безболезненно. Хочется, кстати, развеять мифы о том, что донация – это больно. На самом деле, по ощущениям, как будто вас ущипнули за внутреннюю сторону локтевого сустава. И все. Лежите, отдыхаете. После процедуры еще раз проверяют давление. А еще приятное дополнение – можно получить компенсацию на обед и справку по месту требования о дополнительном выходном дне. Добровольцев в столице много. Каждый день сюда приходит примерно 100 человек. Этого достаточно, чтобы обеспечить центральные и районные больницы. Сдать можно не только кровь – плазму, клетки тромбоцитов и эритроцитов. Но главное то, что капля крови может спасти жизнь. Наталья Жатько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Наш эфир продолжается. И прямо сейчас мы хотели бы поблагодарить ООО «Форманта» за то, что предоставила нам такие декорации в нашу студию. Кстати, «Форманта» – это входит в «Гринвуд» групп. Да. И дальше. В свою очередь поблагодарить хотим мы Сашу Ткачеву за то, что он на прямой связи со студией и готов с нами пообщаться, рассказать те новости, которые он заготовил специально для вас, для нас. Еще раз доброе утро, Саш. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, друзья. Нахожусь я сейчас прямо в самом центре Симферополя, можно сказать, в сердце нашей крымской столицы. Нахожусь на улице Пушкина и нахожусь возле одного здания. Наверное, оно сейчас наиболее актуально. Это аптека. Далеко не все, по крайней мере, молодежь не знает, как она называется. Называется она «Черная». Почему же она так называется? Я сейчас это здание вам покажу. Итак, вот аптека под названием «Черная». Здание построено в 1929 году. Ну, к сожалению, не очень много сохранилось из оригинального архитектурного облика. Вот эти вот такие красивые консоли, которые поддерживают карнизный выступ, и барельефы на стенах. В общем-то, здание было неоднократно перестроено. Построилось оно изначально как аптека, и когда-то здесь находился магазин, который назывался «Магазин санитарии и гигиены». Ну, в 1929 году, повторюсь, тогда это называлось так. Сегодня здесь до сих пор аптека. Почему же она называлась «Черной»? Так просто потому, что это было единственное здание в городе, где окна были из темного стекла. Вероятно, для того, чтобы предполагалось, что лекарства хранятся лучше, когда ограничен доступ света. Ну, а почему я говорю об аптеке, думаю, все догадываются. Просто в меру того, что, наверное, это один из самых востребованных магазинов сейчас. Дорогие друзья, самое главное, что нужно знать, уходя на выходные дни. В Крыму, на полуострове, да и вообще в России нет никаких проблем с медикаментами. И всякие инсинуации на эту тему являются преступными, и ни в коем случае не стоит поддаваться им. Ровно такая же ситуация складывается и с продовольственными товарами, которые тоже в достаточном количестве находятся в магазинах, и ажиотация на эту тему просто недопустима. Не поддавайтесь панике и тем людям, которые преднамеренно ее распространяют. Повторюсь, что в Крыму пока эпидемическая ситуация благополучная, паниковать тоже не стоит, хотя на выходные, помните, что нужно почаще проветривать комнаты, чаще гулять на свежем воздухе, ну, а самое главное, пожалуй, избегать общественных мест. Дорогие друзья, храните себя, будьте здоровы, и пускай выходные пройдут просто замечательно. Коллеги, я передаю вам слово, надеюсь, что сегодняшний день и у вас будет просто замечательно. Спасибо, Саша. Спасибо. Ну, а мы хотим еще одно прямое включение. Нам все мало, мало и мало. На этот раз коллегами из Ялты, лидеры России, о них будем сегодня говорить. В Ялте прошел конкурс руководителей нового направления, и конкретно нам об этом расскажет Лиля Виджат, она на прямой связи со студией. Лиль, доброе утро. И какие результаты? Кто из управленцев победил в этом конкурсе? Доброе утро, Саша Стефан. Но я думаю, что о конкурсе лидеры России слышали многие. И вообще его называют, это масштабное состязание называют таким социальным лифтом, который помогает подниматься самым амбициозным управленцем вверх. Вот в этом году было подано несколько сотен тысяч заявок. Если смотреть на прошлый опыт, кто-то из победителей стал губернатором, кто-то заместителем министра. Вот такие вот перспективы в этом году уже определили 30 победителей. Есть два крымчанина из них, и оба они из Ялты, и один из них у нас в студии. Самвел Сруханян, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что эта площадка вам дала для саморазвития? Вы какой опыт смогли принять оттуда? От коллег, от друзей? Опыта очень много, интересного. В первую очередь осознаю, что в нашей стране действительно есть прям сильные лидеры, управленцы. Будущее нашей России не под угрозой. И очень важно, что это командные игроки, потому что всех ребят учат правильно соединять команды, правильно управлять ими и двигать их вперед. Кстати, мы совсем недавно работали на конкурсе, тоже мастера гостеприимства. Это одна из платформ России страны возможностей. Также это президентская платформа. И вот, вы знаете, для многих участников интересен сам процесс. То есть даже не то, что оценка эксперта. Конечно, она важна, безусловно. Вот для вас лично, что было самым ценным и важным? Я шел, честно говоря, за одним посмотреть на свои компетенции, оценить их и понять, насколько их можно и нужно двигать вперед. Ну, получилось, что много знакомства разного, много интересных, нестандартных кейсов и решений, понимания, какие проблемы вообще в России существуют. И теперь такой менталитет сильно кругозор расширился. А как вы считаете, что вообще необходимо для сильного управленца? В чем сложность этой работы, этой сферы? То есть вы можете видеть сильные черты людей, вы этому научились? Ну, это точно видишь, что это вопрос сильные для себя черты людей, которые тебе нужны для достижения результата. Потому что для многих это разные, разные истории. Самое важное для управленца – уметь мечтать. Чем дальше, чем четче ты мечтаешь, тем вероятнее наступит тот результат, которого от тебя многие даже не ждут. Второе – нужно научить ребят вокруг верить в твою же мечту и сделать из них единомышленников. Все остальное в книжках написано. Ну, я думаю, что еще можете пожелать молодым, перспективным? Стоит ли пробовать свои силы? Точно стоит. Честно, мне очень бы хотелось, чтобы крымчан побольше в этом конкурсе участвовало, чтобы многие ребята выходили, пробовали себя и понимали свои границы. Наша задача – как раз эти границы расширять. Полностью поддерживаю. Спасибо огромное за то, что вы пришли в нашу студию. Всего вам доброго. Спасибо. Стефан, Саша, ну, вот такой интересный диалог у нас получился. У вас, случайно, не появилось желание стать одним из лидеров России теперь? Очень заманчиво. Да, спасибо большое. Мы рады были вас видеть. Но с таким желанием нам пока, ну, как сказать, не хватает опыта. Спасибо, ребят. Ну, а тем временем, как раз-таки на ее БК недавно побывала и Александр Ткачев. И как это было, и что он там увидел, расскажет он сам. Сухая горная долина. Кругом виноградники и кипарисы. Типичный пейзаж юго-восточного побережья полуострова. Это вовсе не проселочная дорога, это русло. Сейчас оно безводно, но как только в горах пройдут осадки, здесь будет душевать поток. Река Ворон – одна из наиболее своенравных и селеопасных речек полуострова. В этом месте как будто замерли сразу три эпохи. Конец 19 века, середина 20-го и наше настоящее – начало 21-го. Каменистые известковые грунты – идеальная среда для произрастания винограда. Но для хорошего урожая одной почвы недостаточно. В 21 веке самым ценным ресурсом является вода. Капельное орошение – современная технология, которая позволяет экономить до 70% влаги. На этом в винограднике проложены десятки километров шлангов. Вода подается под корень по каплям, оставляя почву постоянно влажной. Крым – полуостров контрастов. Инновации и винтажная техника на одном поле. Артефакт еще одной эпохи. Эта машина работает на винограднике почти 50 лет. Выпущена в середине 70-х годов легендарным харьковским тракторным заводом, который дал в годы войны танк Т-34. Этот трактор – настоящий боец. Не подводил ни разу. Владимир Костенко за 15 лет работы знает в нем каждый винтик на ощупь. Механик к пахоте готовил машину всю зиму. Весна для виноградаря – самое главное время года. Настал март, заканчивается обрезка, начинается обработка почвы. Плугом обрабатываем почву между кустов и под кустами, и в рядку, для того, чтобы меньше травы было, чтобы земля, почва дышала. В непосредственной близости к морю растут самые вкусные столовые сорта винограда. Мускат белый Италия, Аркадия, Кишмиш, Красный Кардинал. Сладкие ягоды, искристые напитки и южные пейзажи всегда манили в Крым знаменитых людей. Как утверждают биографы, Крым и Шаляпин соединены почти с сакральной связью. Маленький домик, утопающий в виноградниках, стал для певца почти сбывшейся мечтой. Если Гурзуф и Ялта для легендарного баса место светских встреч и веселья, то Восточный Крым располагал к уединению. Ни суеты, ни шума. К сожалению, много времени провести на даче в долине реки Ворон Шаляпин не смог. Революцией 1917 года после затянувшихся гастролей оперный певец на родину больше не вернулся. В пустующем доме сначала располагалась школа, позднее общежитие для учителей. Сегодня здание Шаляпинской дачи, окруженное столетними кипарисами, медленно разрушается. Единственный гость, который гуляет в этих стенах, это ветер. А ведь здесь мог быть настоящий музей. Вопрос об организации экспозиции в доме неоднократно поднимался. Но есть преграда. Мешает вредное производство. Промышленный холодильник, разместившийся за забором. Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе усадьбы остается открытым. Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Готовы, да, Стас? Как думаешь? Я думаю, мы готовы. Как раз самое время выйти на связь с нашей информационной студией «Крым-24». Узнать, что же у них там происходит, к чему готовятся. Итак, на связи Игорь Полонский. Игорь, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, как дела? Что? Готов к рабочему дню? Доброе утро, коллеги. Да, конечно же, готов не просто к рабочему дню, а в предвкушении уже выходных, потому что это последний рабочий день недели. Конечно же, мы не перестаем следить за всеми событиями, происходящими на полуострове. Ну и какие главные темы сегодня обсуждают в вашей студии? Наши корреспонденты расскажут вам о строительстве крупной инфекционной больницы в Феодосе, о пострадавших от заморозков в посевах. А также вы сможете увидеть прямую трансляцию заседания профильных служб и ведомства о ситуации в республике в 10 часов на телеканале «Крым-24». Так что не переключайтесь и первыми узнавайте самые важные и интересные новости. Огромное спасибо, Игорь. Вам хорошего, продуктивного, плодотворного рабочего дня. И мы, в свою очередь, обещаем, что вскоре также присоединимся к числу ваших телезрителей. Да, но на этой такой вот рабочей ноте, почему-то в пятницу рабочая, мы будем с вами прощаться. Это был Стефан Филатов. Это Александр Акарнович. Мы желаем вам хорошего дня. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»